Всем привет! На связи Мабу и в сегодняшнем видео я предлагаю поговорить о том, как отличить качественный обучающий материал от некачественного обучающего материала в том случае, если вы его ищете в открытом доступе бесплатно в интернете. Потому что существует очень такая неутешительная, скажем так, статистика, которая нам говорит о следующем, что в районе 80% обучающего материала в открытом доступе является некачественным и пропагандирует плохое написание кода и не отвечающая современным тенденциям развития отрасли в целом. Поэтому очень важно, когда вы ищете какой-то ответ на свой вопрос, например, когда вы обучаетесь, как реализовать ту или иную опцию в той же Android разработке, как нам отличить, стоит ли этот материал изучать или нет, как нам понять, он качественный код здесь или нет, в том случае, если у нас нет опыта коммерческой разработки. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем, я вам расскажу о главных маячках, о таких стикерах, по которым вы можете понять, качественный ли перед вами обучающий материал или нет. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет. Если вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении. Итак, действительно, это очень такая большая проблема, потому что, скажем так, потенциального ученика, точнее так, потенциальный ученик, он обучающийся человек, который хочет стать Android разработчиком, он в полной мере не может определить, правильный код или нет, правильный подход или нет, используется в данном случае, который расположен перед ним, перед на экране, перед ним, да, потому что он не обладает опытом коммерческой разработки, он не знает, как правильно писать, и поэтому он берет любую информацию, находящемуся в открытом доступе, и принимает эту информацию как за закон, как за правило, что это обязательно именно так. Но существуют некие маячки, по которым вы можете определить, стоит ли вам дальше изучать эту статью от этого автора, или вообще забанить этого автора, чтобы он вам на глаза больше не попадался. Итак, первый маячок, по которому вы можете определить, что перед вами некачественный контент. Это в том случае, если в 2000, наконец, вот мы сейчас говорим на конец 2023 года, если на конец 2023 года вы видите перед собой реализацию какого-то функционала для Android разработки на языке Java, а не на Kotlin. Если вы видите реализацию на языке Java, значит человек не в курсе современных тенденций развития Android разработки, значит у него устаревшие подходы, понимаете, есть подходы устаревшие, которые прям устаревшие, которые не используются уже в коммерческой разработке. Есть подходы, скажем так, нормальные, которые ориентируются на бизнес, а не знаю, бизнес знает, что этот подход, он качественный, работающий, но, допустим, новые подходы, которые стремятся заместить этот подход, они еще не проявили себя как устойчивые, а бизнес очень плохо переходит на устойчивые платформы. И вот, смотрите, если мы говорим про язык Java, то это как раз таки тот случай, когда на место Java уже давно, несколько лет пришел Kotlin, и поэтому нужно использовать Kotlin. Kotlin работает стабильно, и поэтому, конечно же, нужно писать на Kotlin. Если увидите вдруг язык Java, то все, дальше не стоит изучать этот старевший материал. Допустим, когда мы говорим про противостояние XML и Compose, да, то есть вы ищите реализацию своего функционала, и вы явно слышали, что Compose сейчас это новое веяние, но дело в том, что Compose не проявил себя еще как полноценно стабильное решение, и поэтому в полной мере его еще не используют. И поэтому, конечно же, нужно начинать изучать XML, потому что, когда даже Compose станет стабильным, устойчивым, проверенным решением, когда его бизнес захочет его к себе внедрять, имея в виду бизнес не мелкий стартап, а бизнес фундаментальный бизнес, то тогда нужны будут люди, которые будут переписывать все с XML на Compose. Но, не зная XML подхода, вы ничего не перепишите, а зная XML подход, вы Compose изучите очень быстро, там по факту-то нечего особо изучать. Так вот, когда мы говорим про Java, это переход, когда вот как раз-таки тот случай, когда есть новые технологии, относительно новые, которые работают устойчиво, и которые нужно применять. Когда мы говорим про XML и Compose, это тот случай, когда есть якобы новая технология, но она работает нестабильно, еще стандартом качества является использование XML подхода. Это первый маячок, он сразу бросается в глаза. Второй маячок, если вы в своем коде видите такой костыль, который я вам сейчас продемонстрирую. Смотрите, сейчас я вам покажу стандартную нашу инициализацию. Вот смотрите, вот на примере вот этого байнинга, про который мы поговорим чуть позже. Байнинг это такой объект, с которым мы работаем через U-Binding, чтобы соединить XML верстку с функционалом на Kotlin классе. То есть, я сейчас это закомментирую, и я вам покажу два способа. Первый способ, когда мы, вот правильный способ, когда мы просто создаем этот объект байнинга, позже его инициализируем и делаем его нулаберным. Это вот такой фундаментальный правильный способ. Есть еще, вот это такой фундаментальный правильный способ. Следует насторожиться, если инициализация объекта делается следующим способом. Используется вот такой модификатор, var, дальше наш байнинг, там указываем, что это ActivityMainBinding, и все. Его не нужно идентифицировать сначала по умолчанию как нул. И вот это, вот использование вот этого ключевого слова является громадным, большим костылем, который по правилам чистого написания, чистой разработки не стоит использовать. Нужно использовать вот этот вот подход. И если вы используете вот этот подход, то, поздравляю, вы пишете плохо. И если вы видите где-то в обучающих материалах вот такое вот использование, то все, бегите оттуда. Это все очень плачевно на самом деле, потому что автор явно не пишет качественно. Так, давайте уберем. И, как я уже затронул эту тему, что мы работаем, когда работаем с XML подходом, нам нужно использовать... Да, то есть весь, всю, весь внешний вид мы делаем в XML верстке. Да, вот у нас внизу есть ResLayout, здесь верстку делаем. А весь функционал, например, у нас есть верстки кнопка и текстовое поле. Есть AppCompateButton, есть AppCompateTextU. И мы должны обрабатывать нажатие на эту кнопку. Нажатие на эту кнопку обрабатывается в Kotlin классе, а внешняя кнопка создается в XML шаблоне. И для того, чтобы привязать нам определенный XML шаблон к Kotlin классу соответствующего экрана, мы используем в правильном подходе ViewBinding. Что мы делаем? Мы в Build Gradle Applications, вот здесь, подключаем ViewBinding, синхронизируем проект, а затем мы создаем объект самого бандинга, и дальше мы к любому объекту в этом XML верстке можем обратиться вот через бандинг, ставим вопросительный знак, точку, и вот в данном случае у меня есть верстки кнопка BAT с идентификатором BAT. И можем уже здесь вешать тот же прослушиватель, да, события, и тут уже писать весь код. Неправильным подходом или таким некорректным подходом, в случае которого нужно задуматься о качестве материала обучающего, будет следующий подход, когда человек дерет следующие вещи, делает, допустим, private, пусть даже private он пишет, var, допустим, button. А дальше он делает следующее, он инициализирует, а дальше он связывает, а в дальнейшем потом он связывает с button, button с XML версткой, через метод, вот этот ужас, findUbyID, здесь прописывает в качестве ID-шника вот этот как раз экибат. И потом уже он, человек, который вам преподает, говорит, давайте-ка вешать уже на эту кнопку прослушиватель событий и так далее. Так вот, от вот этого метода уже, наверное, лет пять назад отказались. Но я все так же вижу в обучающих материалах очень часто его использование. Если вы натыкаетесь на этот метод в обучающих материалах, то тогда я вам советую забанить этого автора, ничего, не смотреть его обучающих материалов, потому что человек вне курсе современных тенденций к развитию Android-разработки, стабильных тенденций развития, потому что это уже не используется. От него отказались, потому что, как казалось разработчикам платформы Android, что этот метод медленно работает и замедляет работу приложения. Но по факту никому это не было заметно пользователям. То есть это для вас красный маячок должен быть, что такого автора не стоит смотреть. Я уже не говорю, что зачастую вот такую картину мы можем видеть. Соединение двух ошибок. Почему я решил рассказать вам об этом, об этих трех маячках? Дело в том, что мне недавно нужно было реализовать функционал Яндекс.Карт в своем мобильном приложении. Я решил освежить себе память, думал, может что-то новое появилось и решил посмотреть, что есть. Я нашел на русскоязычном пространстве видео, не буду позорить автора. Ну, в общем, там человек показывал, как работать с Яндекс.Картой и довольно-таки подробно и просто для новичков самое то. Но что я там увидел? Я увидел использование метода FindViewById и использование вот этого модификатора. Да, весь функционал, который автор там приводит, карта работает замечательно, но опять же с доработками. Видео там 2022 года, то есть это не старое видео, это не видео 2020 года или 2019, это видео конца 2022 года, то есть год назад снималось. Автор по-прежнему использует вот это вот, вот это вот. И что самое страшное, все восхищены. Просто говорят, браво, свежий, свежий, свежий подход. Как раз таки, ну, тот нужный материал. И ни у кого не возникло вопроса. Что это такое? С чего это вдруг вот это здесь делают? Ни у кого не возникло вопроса. А это связано с тем, что люди уже давно-давно ищут что-то в сети и находят в открытом доступе такие подходы. И они не знают правильного подхода с чистым кодом, с правильным... То есть они не знают подхода именно с точки зрения коммерческой разработки, с точки зрения правильной разработки. То есть для них вот это вот обыденность, для них вот это вот обыденность. То есть ни у кого не возникло вопросов. Совершенно никакого. Я не стал позорить автора, ничего не писал ему в комментариях. Потому что я вообще очень редко пишу комментарии. Я могу за год один раз написать комментарии. Я не тот человек, который пишет комментарии, а скорее всего тот, кто больше занимается делами. И мне было очень важно вам показать. Я, по-моему, неоднократно уже это рассказывал. Но мне было важно показать не только своим ученикам, а всем, кто смотрит, кто увидит это видео о трех маячках, стикерах, которые будут свидетельствовать о некачественном материале. Во-первых, если на конец 2023 года вы видите разбор кода по Android разработке на Java. Если это неглубокий, неглубокий внутренний разбор платформы Android, а это реализация конкретных вещей при создании мобильного приложения. Все должно быть на Kotlin, а никакого Java. Видите Java? Все, банти, закрывайте. Плохой материал, старый. Если человек использует вот этот вот модификатор и вот такую вот инициализацию, это второй стикер, маячок, что вообще нужно уйти с этого сайта, с этого источника и ничего не смотреть. И третий маячок, основной, использование вот такого метода. Тоже нужно уходить, не смотреть и не ориентироваться на этот материал. Почему процветает вот такой некачественный подход, некачественная разработка публичного пространства? Потому что люди, которые дают советы в сети, как реализовать тот или иной функционал, в большей части своей, на 80-70%, они не совсем компетентны. Потому что компетентный человек, он на расхват, он либо на своем каком-то том же YouTube канале или сайте что-то небольшое рассказывает, что может выложить, а потом основной сок, основную часть он продает за деньги, потому что ни один уважающий себя разработчик не будет давать бесплатно просто так что-то в открытый доступ. В этом нет смысла, потому что это он делает в свое свободное время. А получить он хочет за свое свободное время как бы сверху денег, потому что зачем ему заниматься этим, то что у него, в случае этого очень кода много, или на работе, или в собственной разработке, или в разработке на заказ. Еще нужно этим занимать свое свободное время, причем бесплатно. В этом нет смысла. Как правильно, если человек такой ерундой занимается, бесплатно в открытом доступе что-то выставляет, то это делается на голом энтузиазме, и через год, как правило, все это слопывается, человек этим уже не занимается. Для всем нужна монетизация. Любой человек, который что-то делает в интернете, он на этом, как правило, зарабатывает. Есть же еще такое правильное осуждение, что если хочешь чему-то научиться, научи другого человека. В процессе обучения другому, когда ты будешь рассказывать другому человеку, ты более детально будешь прорабатывать эту тему. Это действительно работает. И вот многие люди взяли на реализацию этот пример. Что-то изучил поверхностно и начал рассказывать, но при этом глубокого понимания правильного написания нет. Нету, глубокого понимания коммерческой разработки нет. И получается, что мы имеем множество, скажем так, плохого кода в Android разработке. В любой области есть, это не только Android разработка. Но вот в Android разработке есть множество вот таких маячков, по которым вы можете понять, что перед вами плохой контент. Их много, но вот прям, чтобы сразу бросилось в глаза, это вот как раз-таки напишет человек в современном мире на Java, простые вещи решает. Ну, как бы не современная разработка. Использование вот такого модификатора, как я показал, использование метода FindViewByD тоже очень плохо, потому что уже все это не используется и так не разрабатывают. В общем, такие дела. Мне было очень важно вам показать это. Это моя точка зрения. И я всегда стараюсь писать качественно. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. Хотите записаться на курс? Пожалуйста, приходите. Сейчас скидка. В ноябре скидка. Получается, да, в конце, через пару недель выставлю цену, как раньше, 7 тысяч. В декабре не знаю, что будет. Знаю, что со следующего года будет 40 тысяч стоить. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok